Масштабный культурный проект «Спатчина Беларуси» в нашей стране существует уже более 10 лет. За это время его создатели уже собрали не только огромное количество, просто километра информации, но и перевели на многие языки, донесли до наших людей, донесли до белорусов эти самые интересные моменты. И буквально на днях был сделан новый шаг. Создатели этого проекта сегодня у нас в гостях. Поговорим о культурном проекте «Спатчина Беларуси» вместе с Олегом Лукашевичем и Александром Алексеевым. Доброе утро. Доброе утро. Александр, Олег, что сейчас происходит со «Спатчиной Беларуси»? Расскажите. Мы издали новый альбом, над которым, можно сказать, трудились 15 лет. У нас сейчас это издание как раз в истории, да мы можем ее показать. Издание – это представительский альбом, книга-альбом, которая представляет все регионы Беларуси. И она была впервые издана в 2004 году. После этого было продано 43 500 экземпляров, что является рекордом для национального книгоиздания. И вот в 2015 мы решили сделать издание на трех языках. У нас ранее было на белорусском, английском, на русском, английском. А сейчас мы объединили в одну книгу белорусский, русский и английский языки, чтобы… Для максимального удобства. Да, да, да. Лучше не придумать. Слушайте, но наверняка вот за вот этой книгой, да, которую мы сейчас в руках держим, стоит еще какая-то огромная команда, мне кажется. Да, какие-то идейные вдохновители. Или это вот два человека, которые сейчас перед нами сидят? Ну, тут хотелось бы сказать, что, ну, это наш авторский, в первую очередь, труд. Это мы два автора. Но, конечно, мы… Хотелось отметить, что мы делали это на основе научно-исследовательской работы. Мы очень много работали с сотрудниками музеев, с людьми на местах, с историками, искусствоведами. И, конечно, все они доверяли нам свой материал. Они помогали, направляли нас. Они давали нам информацию. Мы лишь хотели вот интересным языком донести интересную информацию об истории, культуре Беларуси именно людям. Чтобы это был такой не сухой научный трактат энциклопедический, а чтобы это было приятное презентационное издание. Чтобы люди увидели, насколько наша страна красива и богата на историю, культуру. Фактически, как художественная, да? Ну, действительно, сухую информацию можно найти, наверное, в каких-то стандартных энциклопедиях, в Википедии, да, грубо говоря. Вот расскажите тем, кто не знаком с проектом «Спадшина Беларуси», что в этой книге? Что там за информация? Здесь представлены все регионы Беларуси. То есть это не просто Минск, не просто Брест, не просто Гродно. Это вся Беларусь, архитектурное наследие Беларуси. Все, что сохранилось. И мы изначально с Александром поставили цель поднять такое самосознание беларусов, чтобы они могли гордиться своим архитектурным наследием. И в этой книге это подчеркивается. Мы умышленно ушли, может быть, от какой-то такой разрухи, потому что в Беларуси, к сожалению, было очень много разрушено. Мы не можем гордиться какими-то руинами Колизея, да, как в Риме, потому что у них в каждом городе... Ну, у вас есть замки Беларуси, которые, кстати, восстанавливаются, да, работает программа. Они восстанавливаются. И в этом издании, кстати, тоже открытие, потому что снимки здесь представлены за 2014-2015 годы. И здесь очень много усадеб, дворцов, храмов, которые восстановлены за последнее время. И действительно, беларусам есть чем гордиться, что забота о национальном наследии проявляется за последние годы очень сильно. Это уж точно. Так вы знаете, нам-то, беларусам, точно есть чем гордиться, хотя бы, ну, скажем, такими авторами. Это уж точно. Вы наряду с этой энциклопедией создали уникально, ну, вот, на мой взгляд, это просто уникальнейший проект в Беларуси. Фотовыставка прямо в центре Минска. Все проезжают, все проходят, все фотографируются, не все знают, что это делаете вы. Расскажите, пожалуйста, парк Челюскинцев, правда, да? Это действительно. Мы хотели просто, чтобы эта выставка, которая находится на заборе парка Челюскинцев, был таким моментом, как музей под открытым небом. Потому что не все имеют время там найти этот альбом или зайти в музей, или куда-то выехать за пределы нашей столицы. А к нам приезжает много интересных людей с разных стран. И когда они едут по нашему главному проспекту, они сразу могут ознакомиться, куда еще можно дальше отправиться по нашей стране. Но, соответственно, даже людям, когда они будут не спеша прогуливаться, могут увидеть какие-то интересные места, куда-то захотеть еще поехать. То есть наша основная цель, мы еще хотели подчеркнуть, почему даже мы сделали альбом на трех языках, чтобы это не только был какой-то локализованный такой проект, а чтобы он как можно больше ознакомил с нашей страной разных людей из разных стран. Поэтому выставки все наши, все наши альбомы, они переводятся на разные языки, чтобы всех как можно лучше узнали, что есть такая красивая, замечательная страна в Европе, как Беларусь. Слушайте, ну вот выставка под открытым небом, это же такое, можно сказать, некоммерческое событие, потому что билетики никто не покупает, никто не платит. Насколько у нас есть меценаты, может быть, бизнес, который готов вкладываться в это, и какие мы, может быть, другие проекты увидим в 2016-м, такие для людей, вот открытые? Мы надеемся, что вот этот арт-проект, который на арт-пространстве парка Челюскинцев, он будет продолжаться благодаря и арт-центру Ольги и Андрея Смоляков, и партнерам, которые вкладывают в свои... Ну, то есть люди есть, которые готовы, да? Продолжение планируется, да? Мы надеемся, что будет продолжение. На всех заборах страны. Потому что прошлый год показал, насколько он успешен, потому что он продлевался, на полгода был продлен, а этот практически на год. То есть успех и интерес очень большой. И это действительно такая визитная карточка всей страны, на главном проспекте страны, потому что это лучше даже любой музейной площадки. Ну, оно просто, оно так абсолютно ненавязчиво вливается в нашу жизнь, смотришь, приятно, красиво. Скажите, вот эта энциклопедия, о которой мы сейчас говорим, она есть вообще альбом? Это не энциклопедия. Это альбом. Этот альбом может просто вот человек простой зайти сейчас, купить в любом магазине? В данный момент просто получается, альбом только издан, он приехал из типографии. Но, конечно же, он пойдет для широкого зрителя в широкую продажу. Сейчас он уже появился в некоторых наших центральных магазинах города, поэтому, безусловно, есть и в интернете страница, где полностью вся информация... Спадшина, Кропка Белл. Да, пожалуйста, заходите. Кропка Белл, это русскими буквами, да? Это белорусская доменная зона. Это белорусская доменная зона, да. Спадшина Белл. Наши сейчас делают новый белорусский домен Белл специально в поддержку нашего домена «Продвижение в Беларуси», поэтому заходите. Будем только рады, чтобы вы как можно больше знакомились через наши издания с нашей страной. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Сегодня мы побеседовали этим утром в прямом эфире нашей программы с создателями уникального культурного проекта «Спадшина Беларуси». В гостях были Олег Лукашевич и Александр Алексеев. Спасибо большое за компанию. Ну, а наш эфир продолжает новости из мира гаджетов.